Всем привет! Сегодня я нахожусь в студии татуировки Хорошая Работа И рядом со мной находится замечательный тату-мастер Эдуард Сармаев Здравствуйте! И сегодня мы зададим ему интересующие нас вопросы Твоих друзей, возможно, конкурентов Может быть и не друзей И коллег, и врагов Врагов, такое страшное слово, враги Я думаю, в татуировке вообще они есть Не знаю, мне кажется, это уже от человека зависит Лично мое мнение, что у меня врагов нет Есть недоброжелатели какие-то, может быть Может быть, это по-другому называется Но я такие слова стараюсь не произносить вслух Как стараюсь мыслить позитивно И надеюсь все-таки, что в каждом окружающем нас человеке Есть хоть немножечко добра С этим и живу как-то Ну, может быть, кто-то тебя не знает Представься, расскажи вообще о себе Меня зовут Эдуард Сармаев, как мы, как уже говорили Работаю я в студии «Хорошая работа» Город Казань Мне 32 года Что еще расскажем? Когда ты начал? Татуировкой я начал заниматься давным-давно Я даже не знаю, когда это было Это было, наверное, лет 17 или 16 мне было Это была страшная история такая Что тебя сподвигло вообще как-то? Друзья Друзья? Да, на тот момент они мне были друзья Ты рисовал уже? Да, я всю жизнь рисовал, сколько я себя помню Постоянно занимался какими-то черточками Кругляшками в школе Вообще рисовать любишь, что ли? Все учились, да Я рисовал в тетради За последней партой тоже был такой Такое сложное детство было еще Это был маленький город, учителя суровые Нас били за это указками по спине Ну, чем меньше город, тем круче учителя Ну, ты сейчас, наверное, чувствуешь, что татуировка – это все твое? Ну, да, конечно Конечно, я уже давно завязал совсем Последняя моя работа была продавцом-консультантом Я продавал двери, межкомнатные входные, металлические перегородки Всякую разную И в один прекрасный момент просто понял, что, ну, как бы Это не мое К тому же на тот момент у меня была уже хорошая клиентская база Я занимался татуировкой на дому в выходные И так получилось, что от этих клиентов я получал за выходные больше эмоций Да, чем на той работе, на которой я работал И вот я пришел Кажется, у многих такая ситуация Да, да, мне тоже так кажется Это обычная история для всех А был хоть раз такой переломный момент, что ты хотел бросить? Там были? Да, был такой момент Что тебя останавливало? Отсутствием Во-первых, мне такие мысли посетили после того, как я понял, что у меня нет клиентов В один прекрасный день Тогда я еще не знал, что клиенты, они приходят наплывами, волнами Пошла волна, волна пропала, как бы, в затишье перед бурей И на тот момент меня это очень сильно испугало И я пошел к своему директору и сказал Ну что, ты, может, возьмешь меня? Он мне сказал Ты что, делай татуировки свои, зачем тебе это надо? Я его послушал и все-таки сел И после этого не возвращался мыслями к этой теме Понятно А вот ты рисуешь всегда свои эскизы? То есть ты делаешь татуировки только по своим эскизам? В последнее время, да Я делаю, стараюсь делать только по своим эскизам Стараюсь больше рисовать, развивать себя Не знаю, до сих пор еще не определился со стилем В каком стиле мне работать Постоянные метания, это очень сложно А так было время, когда я делал реализм Очень долгое время Получал за это какие-то награды, за реализм А сейчас я думаю Судя по студии, да Глупенький был Надо было сразу рисовать Мне все говорили, с кем я работал Больше рисуй, больше рисуй, больше рисуй Чем больше ты рисуешь, тем быстрее ты эволюционируешь Сейчас этим ответом на пять вопросов моих ответил Шик, и даже спросить больше нечего, да? Еще пока есть, спросить То есть свой стиль ты еще не нашел, ты не знаешь А вообще в каком тебе нравится? Может быть, знаешь Сейчас я работаю Стараюсь в японском направлении работать Это сложно, конечно, назвать Традиционно японской татуировки Может, это какая-то нео-традиция у меня Как вижу, так и рисую Так, а вот ты здесь еще в своей студии не только как мастер, но ты еще и как директор в студии, правильно? Ну, наверное, как руководитель Как руководитель Директор – это немножко не то слово От студии, наверное, да Директор – это не то слово А тебе вообще как бы сложно сочетать это? Нет, нисколько не сложно Благо так получилось, что Все, кто пришел к нам работать и здесь остался с нами Это все нормальные, адекватные ребята Которые как бы, ну, любят этот коллектив Любят это место и живут там друг к другу Работают, если кто-то приходит не в настроении Это мы все чувствуем И как-то стараемся сбалансировать в нашей студии Были какие-нибудь такие случаи вот с коллективом сложные? Вообще сложно создать коллектив? Конечно, конечно, конечно Изначально студии нашей будет в марте три года Изначально первый коллектив, он держался очень долго От нас никто не уходил, к нам никто не приходил Мы, ну, прям все устраивало Ну, так получилось, что ребята наши выросли И покинули нас Кто-то покинул вовремя, кто-то преждевременный, я считаю Что можно было бы задержаться для того, чтобы подтянуть свой уровень Для нас это было, непосредственно для меня это было очень такие сильные переживания Очень долго мучился, душевная рана у меня была после того, как они вышли Ну, ничего, я думаю, как бы сейчас уже смирился Более проще смотрю на эти вещи По поводу того, что уйти куда-то Ты планируешь вообще в другую страну куда-то уехать? Нет, нет То есть за Россию, татуировка в России? Конечно, нет, дело даже не в татуировке в России Я люблю Казань Как бы сам я не казанский Я приехал там из какого-то маленького городишка Который находится в 400 километрах от Казани Начинал там, сюда приехал И, ну, влюбился в Казань Мне нравится Казань То есть если тебе даже хорошее предложение за Бугром сделает Ну, конечно, конечно, зачем у меня тут такие ребята классные, меня окружают здоровские люди Здорово А вот у тебя был какой-нибудь серьезный случай с клиентами? Типа, что-то какого-то трэша, может быть, передай какой-то опыт свой, сколько лет ты уже делаешь? Что-то какого-то... В общем, сейчас, в последнее время, да и вообще, мне кажется, это проблема всех времен и всех мастеров Это недопонимание между клиентом и мастером Ну да, понятно Когда мастер не обговаривает детали, а клиент, ну, тоже это ошибка обоих Клиент, он слепо верит мастеру, он приходит и полностью доверяется ему И вот мне бы хотелось, чтобы в нашей студии, конечно, встречаются такие моменты Когда мастер не доносит до клиента всю свою идею целиком в деталях Вот хочется, чтобы таких моментов было меньше, это самые неприятные моменты То есть оттуда же выходят и портаки, вот от этой проблемы И Ижи с ними, короче Я понял А какой самый забавный случай у тебя был с клиентами? Смешной, может быть, что-то происходило веселое в твоей карьере? Не знаю, мне кажется, что так много всего веселого было Какую самую трешовую татуировку ты делал? И где, может, какое-то место? Не знаю Самая трешовая татуировка для меня была Это моя татуировка На моей голове Вот это было больно, вот это был трэж Ты же сам делал, правильно? Не сам, нет Но это самое яркое событие Которое вытеснило все моменты Смешные, курьезные На самом деле моментов очень много было Я и в Таиланде работал Мы поехали с женой отдыхать в Таиланд Познакомились Так получилось, что нас заселили в отель И наша терраса Перед отелем Она была напротив Самой одной из мощнейших Ну, даже, наверное, самой мощной сети В Патонге даже Ну, на Пхукете даже На острове, можно сказать И так получилось, что мы с ними там скарифанились На пальцах как-то им друг-друг Друг-друг Они очень плохо понимают английский Очень еще хуже говорят на нем, короче И как-то мы договорились Так что я сделаю одному мастеру две кисти А он мне тоже сделает татуировку Сделал я пальцы Такая память Прикольно тоже, да В Таиланде вообще другие люди Ты смотрел, что они там делают? Там они другое делают, в России другое делают Ну, нет, нет, мне кажется, одно и то же Просто там сильнее развита Какая-то ориентальная татуировка Там очень часто встречаются самураи в татуировках Маски, карпы И обратил внимание, что Они делают акцент на черно-белую татуировку Не на цвет, ну, именно А стараются все это градациями серого обыграть С минимальным количеством цветов Может, там, в цветы куда-то добавят Там дополнительные элементы Но они там К ним приезжают люди со всего мира специально Чтобы сделать татуировку Были чуваки Пока мы там находились в студии Два чувака Они, не знаю, на отдыхе были Я не спрашивал, но они были европейцы Один европейец, другой американец И им делали спины Каждому пять дней Офигеть Пять мастеров Вот подряд пять дней Они, короче, вот так вот Нормальные, крепкие мужики вообще А вообще, вот как ты сам отсадишь свою работу? Вот ты же смотришь, что ты закончил когда? Слабо, нет, слабо То есть ты хочешь лучше, да? Конечно, я переживаю, смотрю Очень долго смотрю на эти работы Выясняю, что мне не нравится Стараюсь меньше обращаться К каким-то дополнительным источником Таким, как работы других мастеров Чтобы не засорять свой стиль Свой почерк, свой разум Как-то этими элементами Чтобы только по-своему Но это не твой пик еще, то есть, да? Нет, нет, я еще только расту Что я рисую не так давно И есть мастера, работающие в России С которыми мы начинали совместно Так они тоже тогда делали реализм Сейчас уже тоже начали рисовать И начали рисовать раньше меня Так вот их уровень сейчас намного превосходит мой И мне бы очень хотелось Как-то нагнать, нагнать Поэтому стараюсь больше рисовать Больше, больше, больше И какой Что ты в своих клиентах недолюбливаешь? Бывает нет коннекта, нет связи Какой-то между мастером и клиентом А есть то, что ты прям не любишь своих клиентов? Что-то раздражает? Ну я сам, конечно, не очень общительный человек В процессе работы Я больше молчу, чем говорю Но так, чтобы что-то прям бесило Это болевой порог, наверное, плохой Больше всего А бывает у тебя случай, когда клиент вот извивается весь Да, ты не можешь нормально работать И в итоге получается не то, что ты хотел И ты сам залишься от этого Нет, мы просто останавливаем работу А, то есть ты не продолжаешь говорить Все, давай, да? Да, да, да Мы это делаем в какой-то момент Фрагмент План работы выстраиваю Вот вам плохо она, да, грубо говоря Обзовем ее ей Почему-то Она лежит И я думаю, блин, что же сделать И вот так вот через каждое слово Давай пять минут Давай еще чуть-чуть Ну, приходится обманывать, конечно, говорить Что вот еще чуть-чуть Сейчас твои клиентки посмотрят Нет, ну, пускай смотрят На самом деле Это их успокаивает Хоть как-то это лучше, чем я бы говорил Что там еще на час работы Да, да Нет, нет Но была клиентка у меня одна с Москвой Мы ее не доконтурили даже спину Мы начали контурить Она меня остановила И сказала, что все И уехала И уехала И все Через год приехала А, приехала? Да, она записалась на полный день Поработали мы Три часа или два часа Она сказала, что все И опять уехала Сейчас жду Ну, третий год Третий год пошел, да Может, после Нового года приедет Как в этом фильме На про Новый год Каждый год они ходили в баню Вот, например Она, мало того Она, короче, в последний сеанс Она приезжала с мужем И мы мужу начали тоже татуировку Это такое Семейный отдых в Казани Ой-ой-ой Я не знаю, когда это Еще работа-то неплохая Жалко И такой Один из завершающих вопросов Каверзный Есть ли в Казани Люди из тату-мастеров Которые тебе не нравятся? Такое сейчас эпик видео Не, наверное, есть люди Не нравятся? Нет Есть люди, которые Мне безразличны И Есть люди, которым я отношусь Предвзятым Может, в силу каких-то Событий в прошлом Но Так, чтобы не нравятся? Нет Такого нет Как бы все Каждый Каждый человек Как бы Что бы он ни делал Что бы он ни говорил Он имеет право на работу Как бы Имеет право называть себя Тату-мастером Ты себя называешь Тату-мастером? Ну, как человек Делающий татуировки Да, я может быть Тату-мастер Но Клиенты меня могут называть Да, я для клиентов Тату-мастера А для себя-то я так Не туда ни рыбы, ни мяса Наколки Сиюжки И Вот Что бы ты хотел Посоветовать Пожелать Зрителям И тем Кто Занимается Татуировкой Может быть Какой-то совет Или напутствие Для зрителей Вот я скажу Да Друзья Внимательней Внимательней Относитесь К выбору Татуировки И части тела И Доверяйте своему мастеру Мастер дурного Не посоветует Вы уйдете от него Удовлетворенные И с хорошей Качественной работой То есть Правильно расположенный И Не надо навязывать ему Свое мнение Вы все равно В этом ничего не сечете Хоть вы и Хоть вы и посмотрели Там терабайты Всяких татуировок В интернете Да Если у вас там Уже забито Очень много Места на теле Тогда может быть Вы еще можете Поспорить с мастером Но Если это Ваша первая татуировка Лучше прислушайтесь Человеку Он сам все сделает Да Но Будьте внимательны Если вы видите Что получается Партак Вставайте и бегите Вставайте и бегите Не доводите дело До конца сеанса Не надо нам писать И говорить Что Вот я плачу Я вчера пришла Мне сделали плохо А вот Кстати Вот в этом плане Еще Люди ведь не понимают Когда ты закончишь работу А вот ты понимаешь Что сейчас она выглядит не так А в конце Она будет уже выглядеть Ну лучше намного И может быть Человек сидит Да Вот если он Ну видит Это место Ладно Невозможно Невозможно Так не бывает Работа Она сразу должна Получаться хорошо То есть По первым контурам Сразу должно быть понятно Как бы то Что ты получаешь То что нужно Если тебе уже не нравится Контура То это уже первый звоночек Для того чтобы Встать и уйти Не продолжать ничего делать Ну то есть Так будет правильно И мастер по-моему Даже не должен обижаться Да на это я так думаю Ну я не знаю Там какие отношения У клиента с мастера Клиент может ему ничего не сказать Он может не прийти Просто к мастеру И все Ну как многие поступают На самом деле Они делают татуировки Уходят и не возвращаются Может быть им что-то не нравится У меня даже такие были люди Которые Сделали один сеанс И ушли Я не знаю Почему они доделывали У многих ребят Нашей студии Был такой Причем я вижу Что работа Значит Круто Очень круто Но почему-то Им не нравится Может Может не нравится Это Им Что наша студия Она открыта Там для мастеров Может быть То что у нас нет перегородок Мы все находимся В коннекте Может еще что-то Я не знаю Я стараюсь Не общаться с ними Потом не спрашивать В чем дело Что они так решили Это их дело Ну Мне обидно конечно То есть работа Не закончена Но Если он ее уже начал Где-то в другом месте Зачем У него там Зачем ты так Он поступил так Как посчитал В твоей жизни были Про таких Которые я делал Да В начале Или Даже были И не только В начале Как недавно Год назад Наверное Около года назад Может даже чуть больше Писала девочка И спрашивала Как ей перекрыть Партак Ну не Партак А татуировку Подкорректировать Она хотела Вот мне делал Сармаев Это был волк Он небольшой был Такой совершенно Когда я еще не рисовал Я еще делал реализм И так получилось С первого Ну с первого Часа сеанса Что-то пошло не так Что-то работает не так И я понять не могу В чем дело В итоге мы доделали Ее с горем пополам Она ушла И вот прислала фотографию Год прошел После этого А вот тут вся студия Каталась надо мной Мне сутки не было покоя Они там говорят Сорвай Сорвай В паблике есть же Какая смешная Не дай бог Не дай бог Я вот найду Не надо И я ей сказал Чтобы она пришла И мы полностью Перекрыли этого волка Более адекватно Нормального размера Законченным рисунком Ну почему-то Она не пришла Может быть Она пошла В другое место Да Зато она пришла И говорила Вот мне этот мастер Дел И там все тоже Наверное Наверное Это можно рассматривать Как пиар А вот тебе Сколько лет Ты уже занимаешься Здесь в Казани? Ну да Пусть в Казани будет Может 6 Может 5 Ну у тебя В принципе Вот если тебя в толпе Заметят легко Потому что Ты выделяешься внешностью Ну не только татуировками Допустим Даже прической Может быть Стилем одежды Узнают ли тебя За 6 лет Просто Да Да Узнают Я не могу нигде Отдохнуть Побухать нормальными Везде палят Короче Везде Там говорят Ого Тебя здесь узнали Мне сразу хочется уйти Хочется покоя Тебе уже это надоело Я не люблю это На самом деле Мне популярность Она больше Неприятных моментов Доставляет Чем удовольствие Я люблю Часто бывает Ты где-то отдыхаешь И тебе подходит Слушай А сколько такая татуировка Быстроить Ну это везде Почему-то Люди сразу вычисляют Что я татуировщик Они сразу подходят Даже если не знакомы Со мной Просто подходят Ты татуировки делаешь Я уже нет Говорю Не делаю А к мастерам ты что-нибудь скажешь В итоге Да, конечно Мастерам я обязательно скажу Не знаю Вот сегодня я сидел Думал Не знаю Как сформулировать правильно Мне кажется Мастерам Нужно Два момента Мне вот Хотелось бы им пожелать Это побольше внимания К работе Которую они делают То есть К мелочам Каждой детали Потому что Рисунок Татуировка В целом Она состоит Из мелочей И Спускать там Одну мелочь Надеясь на то Что Все остальное Вытащит эту мелочь Спрячет Как бы Бессмысленно Как раз Вот на таких Косячках И Не держится работа Получается Жидкой Рыхлой И Хотелось бы Конечно Чтобы мастера У нас Не рассматривали Эта профессия Да Татуировщик И Не хочется Чтобы мастера Рассматривали ее Как Денежное Предприятие Скажем так В целях Заработать Когда человек Начинает думать О заработке Он сразу Начинает деградировать Как тату-артист Хочется Чтобы Казань Была наполнена Профессиональными Мастерами В различной Стилистике И Иногда Чем больше Таких людей Тем Больше На самом деле Партаков И вот еще вопрос Ты делаешь Надписи Маленькие Да, конечно Я люблю Делать надписи Вообще С огромным Удовольствием Приходит Делаешь Мне Нет Тебе нет Потому что я белый На самом деле Я делаю надписи Совершенно случайно Спонтанно Если у меня нет работы И к нам приходит Входящий клиент Говорит Я хочу надпись Такая садовая С огромным Девушки Если это девушки Естественно Потому что с девушками Приятнее Работать у них Кожа нежнее Тоньше Если это девушки То с огромным удовольствием Если парни То у нас есть Другие ребята Которые могут Им сделать Я считаю Что Даже надпись Даже самая маленькая Там бабочек Даже делаю Вот таких Маленьких Пипирочных Цветных Звездочки Да Считаю Что каждая Из этих работ Это Практика Во всем Если это надпись То это Практика Сделать Ровной Контура Возможность Потренироваться В контурении Тройкой В закрасе Там Каком Это всегда Интересно С огромным Удовольствием Берусь Для мастеров Еще Расскажи Каким оборудованием Ты работаешь У меня Блок Вином Мое Любимое Приобретение Прям взял Его года Полтора Или два Назад Очень нравится Безумно Эстония Что-то Такое Что-то Европейская Какая-то Братислава Что-то Глухомань Они Мануфактуру Поднимают Походу Не знаю Уже Забыл Так давно Взял Что-то Даже Забыл Откуда Машинку У меня Австралийская Инжекта Ты работаешь На картриджах Да Работаю на картриджах Работаю картриджами Титэчем Ну пока Титэчем Не знаю Дальше Что будет Так Конечно Хорошие картриджи Я тоже люблю Всякие разные Как Шайен Но Пока Возможность Не позволяет Краской Работаю Этерналом Купил Палитру Джесси Титэчем К нам В студию Мы здесь Все Очень добрые Позитивные Думаю Наша студия Настолько Разнообразна В стилях Что мы Для каждого Из вас Найдем Подходящего Мастера И добра Всем Всем добра Любви Подытожили мы 2015 год Да Всех С наступающим Новым годом Пускай Новый год Принесет Больше Ярких Красок Что еще В вашем теле На вашей коже Всех Люблю Всех Целую Чао С вами был Эдуард Сармаев В студии Татуировки Хорошая работа Спасибо Что смотрели Будем Выпускать По мере Возможности С другими Мастерами Всем Пока Ура Мы Закончили Даже Припотел Молезь Переживал Я не люблю Интервью Это так сложно Всегда Ну да Морально Тоже Смотри Какой Мокрый Погул